Прыжок с парашютом для космонавтов это только малая часть задания. За 40 секунд свободного падения они должны еще и решить специальную космическую задачку. Например, составить три предложения или произвести сложение и вычитание. По словам инструкторов, делается это для того, чтобы покорители космоса научились одновременно работать и руками, и головой, что при возникновении внештатной ситуации особенно важно. Но даже у профессионалов быть как Юлий Цезарь получается далеко не сразу. Решение карточек и совмещение с полетом свободным падением, я думаю, прыжка с 10-15 начало получаться более-менее. В условиях стресса это время решения этой задачки немножко может быть либо сократиться, либо растянуться. Какие-то константы могут вылететь из головы и приходится их вспоминать. Поэтому это довольно интересно. Разбор полетов происходит сразу же после приземления. Ошибки пилотам объясняет многоопытный инструктор Центра подготовки Герой России Виктор Рейнь. За долгие годы работы из-под его крыла вышли десятки будущих космонавтов. Если бы он прыгнул далеко, ты не тянись за ним. Если ты тянешься за ним, все, кирдос, ты прыгай сюда, ты прыгай под хвост, вот сюда ныряешь, вот здесь ловишь потом. И смотришь на него вот так. И дальше потом идешь, работаешь на него. Важное значение для покорителей космоса имеет и психологическая подготовка. С собой в полет космонавты берут диктофон, чтобы вести запись всего, что происходит вокруг. За всеми действиями внимательно следит психолог. На разборе, если есть необходимость, то психолог тоже высказывает свое мнение относительно, дает какие-то рекомендации. Но чаще всего это происходит в индивидуальном порядке. После покорения высоты в 4 километра и решения множества задач в воздухе, пилоты получают первые необходимые навыки, которые в дальнейшем им пригодятся уже на орбите. Андрей Шульга, Константин Величко, Сергей Вильданов, Телеканал Эфир.